Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалмалейхам! На этой неделе мы вместе со всем еврейским миром изучаем недельную главу, которая называется «Ваэтханан». Начало этой недельной главы находится в книге «Второзаконие», 3 глава, 23 стих. В своем названии эта глава, как и чаще всего это бывает с недельными главами, получила благодаря первому слову, которое встречается в первом стихе этой недельной главы. В русский язык это слово переводится как «молился». Однако, на мой взгляд, это слово имеет более сильное значение. Вот почему. Мы с вами читаем дальше так. «И в то время я молился Господу так. О Господи Бог, Ты уже начал являть мне рабу Твоему, Твое величие и мощь Твоей руки. Какой Бог на небесах или на земле способен совершить подобное Твоим деяниям и свершением? Позволь мне перейти эту реку и увидеть прекрасную страну по ту сторону Иордана, эти прекрасные горы и Ливан». То есть Машер Абейну вспоминает перед народом о том, как он молит Господа. Я бы даже сказал умоляет. Вот я бы это слово в русском языке приравнял к слову Ваид Ханан. Иордан умоляет Господа обратить свой гнев и позволить ему перейти в землю обетованную. И разумеется, мы знаем ответ Господа, мы его читаем здесь дальше. «Но Господь разгневался на меня, из-за вас не слушал меня. Полно Тебе ответил Господь, не говори мне об этом больше». То есть, как мы многократно уже говорили, прежде чем перейти в землю обетованную Израилю, Моисей уже знал, ему было это многократно сказано, что он не войдет в землю обетованную. Разумеется, здесь все толкователи рассуждают на тему, почему Маше не смог войти в землю обетованную. Вспоминается история с камнем. Некоторые говорят причину в том, что Моисей проявил то, что называется в еврейском языке хосер и муна, а именно Бог ему сказал сказать камню, а Моисей ударил по камню, воспользовавшись своим прошлым опытом. Другие говорят, что проблема в том, что Моисей проявил хосер-кавот, то, что называется, недостаточное почтение камню, особенно учитывая толкование Шауля, который говорит о том, что камень, из которого пили в пустыне, был, собственно, проявлением Машеха. И вообще, я много раз уже говорил это, что я считаю, что ипостась, которая в дальнейшем воплотилась в Ешуа, сопровождала еврейский народ в пустыне. Но я хочу обратить ваше внимание сегодня на то, как сам Моисей характеризует вот эту ситуацию. Он говорит, но Господь разгневался на меня из-за вас. Другими словами, мы можем сказать, что Маше понимает, что из-за народа Бог не хотел позволить Моисею войти в землю обитованную. Но здесь есть еще один вопрос, который нам следует задать. Моисей на тот момент знает, что еще несколько дней, около 35 дней, ему осталось здесь на земле, и он идет к Господу. Почему же он так рвется войти в землю обитованную, если, по сути, то, куда он направляется, намного лучше, чем то, что он ожидает? На этот вопрос тоже есть несколько ответов. Во-первых, очень многие считают, что Маше Рабейну думал, что как только они войдут в землю обитованную, начнется то самое Малхута Шем, или как в иудаизме ее чаще называют, мир грядущий, то есть царство, в котором Маше является царем. Поскольку он понимал, что Маше их сопровождает в пустыне, то это вполне логичное объяснение. Другой вариант, который, честно сказать, мне нравится немножко больше. Почему? Потому что показывает нам Моисея как человека любящего. Моисей прекрасно понимал, что как только народ израильский перейдет через Иордан, все эти видимые знаки, которые помогали верить народу еврейскому в пустыне, исчезнут. Не будет ни облачных столбов, ни огненных столбов, ни мана, ни колодца с водой. И еврейскому народу придется опираться на единственное, что у них будет, это вера. Поэтому Моисей, собственно, и повторяет, об этом мы говорили в прошлый раз, все заповеди, которые младшее поколение, возможно, даже и не слышало возле горы Сина, во всяком случае, те, которые родились в пустыне. То есть он пытается дать им инструмент для веры в то время, когда они останутся без видимых проявлений Бога. Но есть тут еще один момент. Понимая, в каком положении окажется еврейский народ, на мой взгляд, Машер Абейну пытается найти способ помочь им. Перечисление заповедей – это один из способов. Потом, возможно, он думает, что, ну, хотя бы он, чтобы был у них, чтобы он помогал. Ведь, по сути, на протяжении всего путешествия по пустыне, служение Моисея заключалось в том, что он помогал народу израильскому быть верными Богу. И он думает, что вот в этой ситуации, в которой они сейчас находятся, им нужна помощь. У меня это ассоциируется с тем, что мы читаем послание Павла, который говорит, «Желаю разрешиться, чтобы быть со Христом, но ради вас еще желаю остаться здесь». Другими словами, Шауль, в тот момент находившийся в темнице, он был бы готов уже и перейти к Господу, но он понимает, что люди еще нуждаются в его помощи, нуждаются в его заботе и в его защите. И поэтому он остается здесь. Почему мне так нравится эта позиция? Потому что она показывает нам Маше Рабейну как человека любящего. С подобными картинами мы встречаемся и в Ветхом и Новом Завете, когда человек не просто ревнует о каких-то делах, не просто ревнует о правде Божией, но любит тот народ, которому служит, и стремится сделать для него все. Мы с вами читаем дальше в этой недельной главе, что Господь показал Моисею землю обетованную, но опять-таки подтвердил, что Моисей не войдет. Думаю, в тот момент Маше Рабейну понял, что народ израильский ожидает тяжелые времена. Более того, на протяжении всей книги Второзакония мы видим и вообще пятикнижие, мы видим многократное предупреждение о том, что у народа будут проблемы. И эти проблемы народ постигнет. Но несмотря на это мы понимаем, что Господь не позволил войти Моисею в землю обетованную. Почему? Потому что следующий этап взросления еврейского народа, взросления, возрастания в вере, можно было бы сказать, был таков, что народ должен был научиться самостоятельно следовать за Господом. По велению сердца своего. Я думаю, что в нашей жизни часто происходит именно такое. Когда появляются наставники, которые заботятся о нас, помогают нам развиваться в вере, которому в любое время дня и ночи мы можем позвонить, поговорить, обсудить какие-то проблемы. Но потом происходит так, что эти наставники исчезают из нашей жизни различными способами. Почему? Потому что Господь хочет, чтобы мы возрастали в вере и таким образом учились ходить перед Ним. Вот это те размышления, которые были навеяны на меня сегодняшней недельной главой. Надеюсь, мне удалось этим послужить. И вам да благословит вас всех Господь. Шалом алейхам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова